Машина на газонах, детских площадках и тротуарах. Как ведется работа с нарушителями правил парковки? В чем опасность весеннего льда? О требованиях безопасности при выходе на лед? Папа, мама, я – спортивная семья. В Сарой проходит полуфинал городских соревнований. Далее расскажем по всем подробно. Межмуниципальное соглашение между Саровым и Темником затронет все сферы деятельности двух городов и их жителей. По словам Александра Тихонова, договор включает в себя сотрудничество в образовании, экономике, антитеррористической работе, культуре, туризме. Особое внимание уделено использованию земель Темниковского района для любителей загородной жизни. Это по созданию дачных обществ на территории числа жителей Сарова, расположенной территории Темниковского района. Это первое создание общества. Второй момент – образование дачных поселков с целью застройки частными домами на пустующих землях Темниковского района. Наших граждан пользуются популярностью саровчан в этом направлении. Глава Темниковского района в ответном слове отметил важность заключения соглашения для обеих сторон. Давние исторические связи позволяют развивать взаимовыгодное сотрудничество на всех уровнях. Мы хотим стать спальным районом Сарова. Вообще Темниковская земля – это спальный район. Так, если Сарова комфортный, удобный, желанный, я надеюсь. И дороги, кстати, сделаны первым очередем только для этого, потому что мы их очень сильно лоббировали. Это дорога через Пурдышки, направление на Пурдышки и дорога направления Темников. И дороги в Темникове делаются только первым делом те, которые связывают нас с Саровой. Подписать документ планируют во второй половине марта. Подробнее о заключении соглашения смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью» 11 марта на канале 16. Также народные избранники заслушали доклад начальника межмуниципального управления УВД Сарова о работе сотрудников правопорядка в 2019 году. По некоторым категориям количество преступлений сократилось, но по-прежнему остро стоят вопросы незаконного оборота наркотических средств и мошенничества с помощью информационных технологий. Масштабы последнего правонарушения, несмотря на проводимую профилактическую работу, растут. Чтобы эффективно предоставить мошенничество, необходимо наращивать все формы профилактики. Считаем, что у нас зрело необходимо создание соответствующих волонтерских движений, так как силами одних сотрудников полиции с этой проблемой мы не справимся. Почти на 40% в прошлом году снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними саровчанами. Свою роль в этом сыграли профилактические беседы в школах и неблагополучных семьях. В ходе таких мероприятий четырех детей пришлось у родителей забрать, так как была непосредственная угроза их жизни и здоровью. Также депутаты рассмотрели вопрос об итогах приватизации муниципального имущества за 2019 год и изменения в план приватизации на 2020-2021 годы. Елена Горецкова, Константин Островский, Александр Пальков, служба новостей, Саров, 24. Контракт на 122 миллиона рублей на содержание дорог в городе в этом году достался компании «Магистральстрой», в штате которой три сотрудника. На аукцион поступила всего одна заявка как раз от частной фирмы, причем она шла под третьим номером. Но убирает город ДЭП по субподрядному договору. Все работы полностью переданы от «Магистральстрой» муниципальному предприятию. Контракт полностью идентичен, за исключением одного пункта. Стоимость услуги он подряда 1,36%. Этот вопрос уже третий раз поднимают на заседаниях комитета городской думы. Однако ответов депутаты не получают. Те, кто мог бы рассказать, почему ДЭП не участвовал в аукционе, на встречи с народными избранниками не приходят. На время заседания у директора Василия Ласточкина и его предшественника Владимира Попкова, который сейчас работает главным инженером на предприятии, возникают неотложные дела. Сегодня был звонок, собирались прийти, но был звонок буквально 30 минут назад с тем, что там что-то случилось у них где-то за пределами города. Значит, Ласточки с Попковым участвуют в мероприятиях по ликвидации чего-то. Не все депутаты считают, что этому вопросу нужно уделять такое большое внимание. На мой взгляд, абсолютно все равно, с кем заключен договор. Важно, чтобы город убирался. Работы все по уборке города и содержанию дорог будет принимать наша ДГХ. Правильно? Соответственно, если что-то будет не сделано, акты не подпишут. Правильно? Соответственно, никакого ущерба здесь для города. Нет и быть не может. Рисков никаких здесь нет. Дмитрий Егоров забывает, что муниципальное предприятие только для этого и созданное не участвовало в аукционе, который фактически позволяет ему существовать. Из-за того, что контракт ушел к магистрали строя, ДЭП недополучил 1 миллион 600 тысяч рублей. Дмитрий Анатольевич, вы рассуждаете абсолютно правильно, полностью, но как бухгалтер. Без разницы. Как депутаты. Что нет? Как бухгалтер. Как сейчас было рассуждение именно бухгалтера. Кто дешевле, четко, без разницы, лишь бы убирался. Но надо смотреть составляющую какую. Социальную. Это рабочие места, это городское предприятие, это доходы бюджета и так далее. К примеру, в ведении муниципального предприятия находится приемник для безнадзорных животных. В сети набирает обороты петиции от активистов губернатору Глеба Никитину с просьбой поддержать учреждение и не передавать его в частные руки. Сейчас приемник выживает исключительно за счет средств, выделяемых бюджетом области на программу ОСВВ. Это менее 100 тысяч рублей в месяц, которые уходят на зарплату трех сотрудников и коммунальные услуги. Животных содержат за счет средств неравнодушных горожан. По словам активистов, речь уже заходит о передаче приемника в частные руки, переносе его в другое место, сокращении и без того малого штата и даже закрытии. За три дня петиция набрала более двух тысяч голосов. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Нарушая правила парковки, водитель создает помехи для других участников дорожного движения. В результате повышается риск возникновения аварии. Чтобы стимулировать граждан соблюдать установленные нормы и не ставить автомобили на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и пешеходных дорожках, законодатели разработали систему штрафов. По сравнению с прошлым годом платить за неправильную стоянку недобросовестные водители будут больше. Виновное лицо наказывается по этому составу административного правонарушения штрафа административного на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 тысяч до 60 тысяч рублей. По словам Дмитрия Аношина, парковок в нашем городе мало и водители ставят свои машины повсюду, на тротуаре или прямо на клумбах. Многие горожане правила дорожного движения стараются не нарушать и паркуют свой автомобиль в положенных местах. Но удается это далеко не всегда. Хватает ли парковочных мест в нашем городе? Не хватает. Почему? Потому что их мало сделали. Если честно, вечером вообще не хватает. Негде в дворах машину поставить. Кружу, кружу, найду. Все равно найду. Просто далеко неудобно находим. На газон ставите? Нет. Нет. Я очень законопослушная, штраф у меня нет. Меня больше интересует. Я вот прохожу иногда вот здесь вот. Стоит прямо на тротуаре. Ну, газон хоть он, ну, портит, конечно, как говорят, газон и прочее. А вот на тротуаре человеку надо обойти по проезжей части. В случае, если горожанин увидит припаркованный автомобиль на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и пешеходных дорожках, он может сфотографировать транспорт на телефоны и отправить изображение в департамент городского хозяйства в электронном или печатном экземпляре. После чего нужно написать заявление и указать, где именно припаркован автомобиль. Это позволит должностным лицам, которые будут рассматривать впоследствии соответствующие заявления этого гражданина, оценить надлежащим образом представленные материалы и провести проверку. И в случае, если будут достаточные данные указывать, которые будут указывать на признаки административного правонарушения, возбудить соответствующее дело. Что касается парковок на тротуарах, то протоколы с этим видом нарушения составляют полицейские. И обращаться с этим вопросом нужно в ГИБДД. Сравнять землю и общежитие по адресу улицы Зернова дом 24 решили еще в апреле 2019 года. Администрация города заключила с компанией «Строинвестэс» договор об освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса. Подрядчик обязан снести ветхое здание, а на его месте возвести многоквартирный жилой дом. В этом доме 30% площадей квартир обязаны передать администрации. Администрация обязалась выполнить все мероприятия по подключению построенных дома к сетям жилой технической обеспечения. Застройщик приступил к демонтажу здания. Строители уже выполнили работы по переносу электроснабжения, связи, защите теплосети и канализации. После сноса выполним работы по геологии. Потом, сейчас в настоящий момент идут запросы по техническим условиям подключения этого дома. Планируется дом построить где-то примерно на 40 квартир, 4-этажный кирпичный дом. То есть, ну и после того, как будут выполнены отчеты все по геологии, по инженерным взысканиям, и выполнен проект, пройдет экспертизу. По словам главного инженера ООО «Строинвестэс» Ивана Большакова, территория будет полностью готова к застройке через месяц. После проведения всех экспертиз и разработки проектно-сметной документации, компания приступит к возведению нового здания. Жилой дом подрядчик планирует сдать в октябре 2021 года. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Предполагается, что почти 700 гектаров открытой территории появятся за КПП-4. Сейчас это земли Дивеевского и Темниковского районов. Поручение проработать изменения в указ об утверждении границ за то дал президент после проведенного 30 января заседание Совета по развитию местного самоуправления. По полученным нами сведениям из ВНИЭФа, поскольку за периметр хранения отвечают они, периметр переноситься не будет. То есть это будет территория закрытого административно-территориального образования, но чуть менее охраняемая, чем нам привычная территория города. Северная территория включена в генплан Сарова в качестве резервной для развития. Детально этот вопрос проработают, когда выйдет указ президента. Пока ее предполагают разделить на зоны. Две трети ходать под жилищное строительство и создание соответствующей инфраструктуры. Остальное – самые отдаленные участки под производственные площадки. Необходимость присоединить новые территории города возникла давно. Ресурсов для развития в границах практически нет. Практически две трети территории, которые сегодня огорожены периметром, находятся в пользовании ВНИЭФа и эта промплощадка. А из оставшейся трети, где-то половина, это наши леса, которые наши жители очень ревностно охраняют. Если вы помните историю с метр районом 1А1Б, сколько было бурлений вокруг того, что будет срублен лес. Для развития производственных территорий ресурсы совсем исчерпаны. Предложение по изменению границ президенту представят к 1 ноября. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Более 90 тысяч человек во всем мире заразились новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них находится в Китае. Около трех тысяч заболевших умерли, более 42 тысяч вылечились. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай, Южную Корею, Италию и Иран, где зафиксировано самое большое количество случаев заражения. Первый больной есть и в Москве. Не исключено, что инфекция распространится по другим городам России, в том числе придет в Саров. У нас на сегодняшний день уже есть как минимум 4 студента, которые приехали в разное время из Китайской Народной Республики. У одного из четверых студентов была остро-респираторная вирусная инфекция. Коронавирус не подтвердился. У молодого человека оказался грипп Б. Он его перенес в обычной для гриппа форме. У остальных никаких симптомов пока нет. Коронавирус не выделен. Две девушки остаются на карантине. Анализы у людей с подозрением на эту инфекцию отправляют в диагностическую лабораторию в Нижний Новгород, оттуда в Новосибирск. В целом, я считаю, для паники нет никакого резона. Но какой-то, повторюсь, рубеж мы уже прошли. И понимание того, что эта инфекция останется в Китае и не расползется по всему миру, уже упущен этот момент. Поэтому будем с этим работать так же, как с гриппом, который по всему миру у нас шагает. Опасен коронавирус осложнениями. Он может вызвать пневмонию, от которой как раз умирает большинство больных. Чаще всего заражаются и тяжелее болеют пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Очень малый процент заболевших среди молодежи и детей. Смертность от коронавируса во всей популяции около 3%. В целом, если грипп брать в целом, а не отдельные высокопатогенные штаммы вируса гриппа, то смертность в целом ниже. Конечно, не 3%, она меньше. Но если брать высокопатогенный грипп, то это где-то сравнимые цифры. Но высокопатогенный грипп не вызывает таких крупных вирусных эпидемий. Опять же потому, что у нас есть люди, огромное количество простойка людей, которые имеют к нему иммунитет. Пока болезнь новая, иммунитета к ней еще нет, заразиться может большое количество людей. Вакцина от коронавируса в разработке. Защититься помогает соблюдение простых правил. Это просто должен быть обязательно свежий воздух. Лучше его увлажнять, если это в помещении. На улице, перед походом на улицу и после прихода с улицы, можно промывать и увлажнять нос. Мыть руки перед едой, мыть руки после улицы, мыть руки после рукопожатий, после посещения различных. То есть мыть ее рук – это одна из самых главных мер. Коронавирус от нас пока далек. Больше всего медиков волнует сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В этом году один человек в Сарове умер от высокопатогенного вируса гриппа А. Превышен порог заболеваемости среди взрослого населения, среди дошкольников, не посещающих детские сады. Кроме того, по состоянию на 4 марта на карантин закрыты три школы – 5, 17 и лицей номер 3. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Трое шестиклассников спасли своего друга, провалившегося под лед на реке Сатес в районе парка культуры и отдыха имени Зернова. С помощью знаний, полученных на уроках УБЖ, ребята вытащили товарища подручными средствами. Отдали ему одежду, напоили горячим чаем и проводили домой. Очень хорошо, что они сориентировались, очень хорошо, что они спасли, а если бы не было друзей, может быть, не было друзей, он туда бы и не пошел. Но то, что учитель научил, видимо, родители научили, они сдействовали все правильно. С приходом весны и потеплением повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Всегда следует помнить и соблюдать основные правила поведения на льду. В чем опасность весеннего льда, в отличие от зимнего, в том, что у него меняется структура. Он становится мягким, рыхлым, под действием повышающего температуру воды и давящего тепла сверху. Ну и, соответственно, его несущая способность, она на порядке уменьшается. Поэтому, если ты вчера проходил по этому льду нормально, в этом толщина будет та же самая, но ты уже можешь провалиться. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Его прочность можно определить по цвету. Самый толстый и прочный – голубой, а вот на чисто белый выходить запрещено. Опасность провалиться под лед, ну, она сопряжена вообще с возможностью летального исхода, да, в любое время. И не только от того, что человек может утонуть. Просто у людей не хватает сил находиться в воде. Ну, так вот тоже по статистике, где-то до 30 минут человек просто в холодной воде дальше не выдерживает. Ну, охлаждение организма и начинаются все процессы, которые приводят к смерти. При вынужденном переходе в водоемы безопаснее всего придерживаться протаренных троп. Если все же человек провалился под лед, то сотрудники МЧС советуют не паниковать. Как вылезти на лед? Ну, это технические приемы, которые зависят, опять же, от возможностей ребенка или человека, физических его возможностей. Некоторые не могут даже на грудь залезть на лед. Ну, тем надо просто стоять и стошно кричать, призывать на помощь. Если ты можешь вылезти, ты должен вылезти. Ну, приемы вылазивания, выталкивания себя на лед – ну, рыбий хвост. Если на ваших глазах человек провалился под лед, подползите к нему, протяните ремень, шарф, палку и с помощью этих подручных средств вытащите его из воды. Затем пострадавшему нужно оказать первую медицинскую помощь и отвезти в приемный покой. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Сдайте телефон с собой, только ручка и паспорт. С этими словами, мам, пап, бабушек и дедушек будущих выпускников встретили организатора экзамена в школе номер 13. Проверить свои знания по истории решили почти 20 человек. Татьяна Маслова захотела на себе прочувствовать то, что предстоит пройти ее сыну при сдаче ЕГЭ. Я хотела проверить, как это проходят наши дети, что это очень интересно. Хочу объяснить своему ребенку, что нет в этом ничего страшного, что мама пришла сама, все испытала на себе. Ну, очень интересно, хорошее, интересное мероприятие. Заданий здесь меньше, чем на реальном экзамене. И время на их выполнение – 55 минут вместо почти 4 часов на настоящем ЕГЭ. Все остальные условия сдачи максимально приближены к действительности. Участники на входе в учебное заведение прошли осмотр металлодетектором, оставили все личные вещи, кроме ручки и паспорта. Бланки те же, что обычно раздают старшеклассникам. Большая часть заданий предполагала развернутый ответ – лишь пара с вариантами. Также родители успели написать сочинение. За 55 минут успеть многое невозможно, но, тем не менее, написать сочинение миниатюру, предстоит свою аргументацию, знание исторического контекста, дат и исторических личностей родителей успеют. Результаты не так важны. По словам организаторов, главная цель – развеять страхи родителей, чтобы они, в свою очередь, смогли подготовить детей к психологическим нагрузкам во время экзаменов. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Сразу два праздника – 23 февраля и 8 марта – отметили участники Городского совета ветеранов. Поздравить пенсионеров пришли первые лица города и ядерного центра. Мы все жители Сарова и работники ядерного центра, в первую, конечно, очередь, и все мы остальные, мы все работаем на укрепление обороноспособности нашей страны. И день 23 февраля мы достойно отмечаем все вместе – и мужчины, и женщины, и работники, бывшие работники, ветераны, и будущие наши работники. Большую помощь в подготовке праздника оказал Российский федеральный ядерный центр. От лица руководства Рафиат Свиньев, заместитель директора Юрий Якимов, поблагодарил ветеранов за воспитательную работу, которую они проводят с подрастающим поколением, за конструктивную критику и вклад в развитие города. Вот поколение, которое пришло вам на смену, должны, наверное, понимать это и поддерживать нашу ветеранскую организацию с тем, чтобы достойно отплатить за те заслуги, которые вы в свое время, в своей жизни, в своей силе отдали на влага нашего общества. Сейчас в состав городского совета ветеранов входит около 10 тысяч человек. В феврале его возглавил Александр Леонтьев. Как отмечают пенсионеры, с приходом нового руководителя в организации многое изменилось. В том числе переписали устав, сформировали новый состав, привлекли новых участников. Ветераны как бы почувствовали подъем какой-то, такой подъем жизненный, что у нас есть такой энергичный такой руководитель, и всем очень нравится. И мы думаем, что теперь наша жизнь будет только в лучшую сторону. Особым подарком для ветеранов стало выступление вокальных коллективов города. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Вот уже 30 лет Ивана Светлана Ворожейкина идут по жизни рука об руку. Помимо семейных дел и забот супругов объединяет любовь к искусству. Оба они художники. Несколько месяцев назад они решили оформить свою первую совместную выставку и посвятить ее юбилейной дате. Этот юбилей у нас будет на следующий год, но этой выставкой мы предваряем эту серию, потому что мы сначала ее показываем в Сарове, нашим любимым. Потом у нас будет эта выставка показана в Нижнем Новгороде, в музее Добролюбова. Потом, если все будет благополучно, на будущий год мы ее покажем в выставочном зале в центральном Нижнем Новгороде. Пейзаж в творчестве Ивана Ворожейкина занимает главное место. В каждую работу художник вкладывает частичку своей души. По словам мастера, пейзаж – это дом души художника. Вот уже больше 30 лет Иван Ворожейкин предпочитает писать картины акварелью по сырому. Сырому, она в один момент оказалась основополагающей. Я уже от нее не отказываюсь и, наверное, не откажусь. Хотя иногда я пишу и использую другие техники, для того, чтобы так немножко себя забудоражить. Но серьезно, конечно, работаю только в ней, в акварели. Творчество Светланы Ворожейкиной представлено на выставке тремя техниками. Гуашью художница пишет небольшие зарисовки из провинциальной жизни. Акварелью предпочитает рисовать натюрморты. А батиком создает цветочные композиции. Акварель – это вообще моя любимая техника, хотя она очень отличается от Ивана Николаевича. Вот у меня она блессировочная, многослойная живопись. Батик, он интересен тем, что он очень такой яркий. Краски тоже чем-то перекликаются к акварелю, хотя они совершенно тоже опять-таки другие. Но что-то общее такое есть, потому что можно такая намочить и писать немного по-сырому в технике. На презентации выставки художники рассказали о том, откуда берут вдохновение, поделились историями создания картин. После того, как официальная часть закончилась, гости не спешили расходиться. Их ждал сюрприз от Ивана Ворожейкина «Творческий мастер-класс». Взяв в руки кисточку, художник нанес на сырую бумагу один штрих желтого цвета, потом фиолетового и синего. Волшебным образом на листе оказалось светло-голубое небо. После мастер смочил кисточки и нарисовал снежный покров, деревья и солнце. В итоге получился весенний пейзаж. Техника акварели по-сырому, она очень доступна для любого человека, особенно для взрослого. И для многих людей это может явиться началом, может быть, какого-то вот такого самовыражения. Выставка семьи Ворожейкиных в художественной галерее продлится до 18 марта, без возрастных ограничений. Более подробную информацию можно получить по телефону 702-87. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Комедия «Игроки» – это преступление и наказание карточных шулеров. История о том, как даже самого закоренелого обманщика можно обвести вокруг пальца. Спектакль идет полтора часа. За это время саровчане смогут окунуться в атмосферу 19 века. Характеры и речь героев, костюмы и декорации соответствуют эпохе, которая описана в пьесе Гоголя. Отклонений от текста и современных интерпретаций в спектакле нет. Но это не лишает его актуальности. Злободневна ли эта пьеса сегодня? Конечно, злободневна. И не столько игроки – это игроки, которые играют непосредственно в карты, а это игроки, которые мошенники, плуты. Вы посмотрите, сколько нас сегодня окружает плутовства и мошенничества в нашем мире. И вот наша, если говорить по Станиславскому, сверхзадача постановки и сверхзадача постановочной группы – это «Дорогие наши граждане, будьте бдительны!» Все роли в спектакле исполнит мужская половина саровской труппы. Режиссер из Екатеринбурга Сергей Аханов работает в нашем городе впервые. Он убежден, что ставить классическое произведение нужно в соответствии с изначальным замыслом автора. Многие режиссеры сейчас и в Амхате ставят классические пьесы в современных костюмах, говорят о том, что когда-то это было написано. И я приверженец того, чтобы все-таки классику, чтобы она оставалась классикой. Если она современна, то мысли, которые в ней заложены, они будут современны. Главные персонажи комедии действуют под девизом «ловкость рук и никакого мошенничества». Можно ли считать плутовство и обман искусством? Ответить на этот вопрос зрители смогут 6 и 8 марта в Саровском драматическом театре. Для лиц старше 16 лет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Хороводы, народные песни, игры и конкурсы. В гостеприимном зале ресторана «Прайм» собрались дети самого разного возраста. Как совсем малыши, так и школьники. Чтобы приобщить ребят к народным традициям, организаторы подготовили праздник, посвященный проводам зимы. Ну и сюда пришли, так как на улице холодно, детям все равно, что тоже надо масленицу исправить, показать, что это праздник. Мы приобщаем детей к русской культуре. И, соответственно, вот нам разрешили здесь провести мероприятие. И детки сегодня, как у нас будет небольшая театрализация. То есть сначала выходят скоморохи, зазывают детей на игрищи всякие разные. Потом детки выходят, поют. У нас две песенки они споют про широкую масленицу и про блины. Дети познакомились с народными играми, которые любили их прадеды. Водили хороводы, держась за руки, вставали в ручеек и золотые ворота. Продолжился праздник выступлением группы «Ворожея». Гори, гори, ясно, если напрасно верила я, и сердечко болит. Татьяна Марунина и ее подопечные частые гости в прайме. Уже не первый раз ресторан открывает свои двери для проведения подобных праздников и музыкальных вечеров, поддерживая талантливых вокалистов и хореографов нашего города. Для маленьких детей, в принципе, любая площадка, она будет актуальна, потому что они должны привыкать где-то пошире. Потому что комнатушки, которые, например, в студиях разных, в школах, ну, все это как бы не то даже. Здесь сцена есть. Здесь, во-первых, мы не делаем это как концертную программу, мы это делаем как празднование масленицы. То есть для детей это одно дело как бы и удовольствие, и в то же время показ себя своих возможностей, способностей. Пока дети играли, родители отдыхали на уютных диванах, наслаждались изысканной кухней ресторана «Прайм» и пробовали специальное предложение из блинового меню, которое подготовили к масленичной неделе. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. На старт! Внимание! В очередной день полуфинала соревнований «Папа, мама, я, спортивная семья» встретили семь команд из четырех детских садов нашего города. Участники состязались в ловкости, скорости и смекалке. Организаторы подготовили для спортсменов задания на ведение и забрасывание мяча, прыжки на скакалке, бег. Спорт является важнейшим приоритетом воспитания молодого поколения, и департамент образования также активно развивает и участвует в городских спортивных мероприятиях. Так и сегодня спортивные соревнования «Папа, мама, я, спортивная семья» у нас проводятся традиционно, ежегодно. Конкурс «Папа, мама, я, спортивная семья» с каждым годом становится все популярнее. В этот раз 20 дошкольных учреждений представили своих кандидатов на звание самых спортивных. Семья Бурениных впервые решила поучаствовать в соревнованиях. По словам родителей шестилетнего Кирилла, активный совместный отдых дарит положительные эмоции и бесценные воспоминания. После всех эстафет судьи подвели итоги соревнований. Сплоченность и стремление к победе помогли семье Бурениных занять первое место. Очень большая неожиданность для нас. Но мы старались, надеемся, будущих побед. Для участников таких соревнований главное не победа. Намного важнее семейные ценности, когда общая цель объединяет детей и их родителей. Всех спортсменов наградили дипломами и сладкими подарками. 10 команд встретятся в финале конкурса, который пройдет 14 марта в спорткомплексе «Юниор». Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова